Торнадо Энерджи! Потому что практически все прокачиваемые ЛТшки опять же сюда попадают А превосходят их премиумные танки Вообще практически везде и среди ПТ и среди ТТ и СТшек наблюдается доминирование премиум танков То есть премиум танки у нас получается на восьмом уровне гораздо имбовее чем прокачиваемые Но сегодня речь не об этом Кстати если вы хотели бы чтобы я сделал топ еще самых лучших восьмерок танков восьмого уровня То тогда ставьте обязательно лайкос этому видео Ну и прежде чем продолжить еще одна просьба ребят к вам Многие из вас оформили себе подписку Твич Прайм для того чтобы получить халяву в нашей игре И вот ребят чтобы эта подписка Твич Прайм не пропадала По огромной просьбе по ссылочке в описании перейдите на мой канал на Твиче И там так справа вверху будет корона нарисована Нажмите на нее и оформите на мой канал подписочку через Твич Прайм Для вас это ничего не стоит а для нас с Твича упадут некоторые плюшечки Спасибо вам большое кто поддержал нас таким способом через Твич Прайм Ну а теперь переходим непосредственно к 15 отстойнейшим танкам восьмого уровня Ну и самый самый отстойный танк восьмого уровня Это ребят у нас КВ-4 Чуть позже я покажу вам цифры по тяжелым танкам И вы сможете сами понять почему он не очень Но тем не менее ребят Когда-то несколько лет назад может года три назад Когда мне все говорили что КВ-4 не очень Я говорил знаете так ну пробитие есть броня Есть кое-что танкует ну типа почему не очень там И вот с тех пор вышло много очень апов танков Бронепробитие у многих танков выросло Вообще танки многие новые появились И последней каплей для меня стало Когда я КВ-4 на льготном танке без голды Просто вот в этот скворечник на башне Оттеребонькал так что он мне ничего сделать не смог Я понял что КВ-4 уже давно не торт Это была последняя капля Я подозревал это давно Чуть лучше чем КВ-4 на восьмом уровне Из тяжелых танков Тигр-2 Ооо когда-то я Тигра-2 кайфовал Году в 2010 наверное Там пробитие было Тогда же голды не было Пробитие, точность Да и ромбиком его можно было поставить Сейчас его пробитие и точность нафиг никому не нужны С изменениями в игре А в ромбик его пробивают все кому не леют Еще чуть выше забрался американский Т-32 На самом деле для меня удивительно Что он здесь делает Ну у него конечно же нет пробития И корпус рыхлый Да и альфа не блещет Но тем не менее Т-32 обладает достаточно крепкой башней Хотя его сейчас и в башню все пробивают Особенно десятки с кумулятивами По 420 начали без проблем В общем не знаю Что здесь забыл Т-32 Но он тоже является одним из самых Просаженных по статистике танков Восьмого уровня То есть ни на что не способный Еще чуть выше забрался ребят АМХ 65 тонн Это французский типа супертяж Который может танковать Когда он только вышел Я попробовал на нем танковать И очень сильно удивился Какого лешего он просто насасывает в башню То есть корпус у него более-менее еще Солба танкует А вот в башню Особенно в топовую Там десятки его бьют без проблем Ну в общем вот так вот Тут этот тяжик затусил Ну и наконец замыкает пятерку Отстойных тяжей восьмого уровня ВК 4502А Про этот танк я не могу ничего хорошего И плохого сказать Потому что я на нем старался Как можно меньше играть Мне его концепции вообще не понравилось Я только удивляюсь Глядя на него Почему он не оказался здесь В самом-самом-самом низу списка Ниже чем КВ-4 Ну может быть благодаря тому Что у него чуть-чуть лучше подвижность Чем у КВ-4 Не знаю В общем цифры сейчас будут у вас на экранах Можете посмотреть На что эти танки способны в боях С точки зрения нанесения урона Какая на них средуха С учетом того Что они еще могут светить и гуслить И в совокупности вы поймете Что эти танки Ну скажем так Не стоит оставлять у себя в ангаре Переходим к следующему топу Здесь у нас будут уже средние танки Что касается средних танков Из пятерки самых акционных средних танков Я удивился Почему здесь нет Как его блин 59-го Паттона и СТА-2 Ну видимо после АПа Они все-таки смогли вырваться Я их все равно вижу близко Вот к этим пяти танкам Самых отстойных Но все равно Они вырвались Из этого замкнутого круга Ребята И СТА-2 уже не самый стремный СТ Восьмого уровня Итак давайте посмотрим Самый-самый-самый стремный СТ восьмого уровня Это Индиан Панзер Не качайте его Не проходите его Там вроде бы И в свое время Было неплохое бронепробитие Но это было очень давно А вот что там не было Это хорошей стабилизации И комфортного орудия Это я точно помню Ну и плюс я думаю Индиан Панзер на сегодняшний день Пробивает все коммунилии Чуть выше него находится Китайский Т-34-2 Я к сожалению Не знаком хорошо с этой машиной Я вообще не очень жалую Китайскую ветку Особенно вот восьмых уровней Мне Т-110 хватило Вот Поэтому ничего не могу сказать Извините Еще чуть выше находится ТВП ВТУ Вот это вот Шведский СТ Который вообще сильно выбивается Из общей концепции Блин С шведских СТшек И как только эта нация появилась Как же его захаяли Ну там вообще Ну он неиграбельный Там пушка неприятная Я понимаю что кто-то на нем Что-то умеет делать Но статистика показывает Что этих людей очень мало И они все равно Не добиваются на нем Высоких результатов Еще чуть выше Находится СТ-1 Вот здесь все закономерно Это японский СТ-8 уровня Не качайте его Там неприятное орудие Скажем так Оно плохо стабилизировано В общем мне не понравился СТ-1 Хотя в свое время Когда он появился На нем можно было еще играть Но он на сегодняшний день Ум старел И его вообще никак не отбудили И вот что для меня Стало реальным сюрпризом Как сюда попала Пантера 2 Это же вроде бы нормальный танк Там у него удочка есть С хорошей точностью С хорошим пробитием Правда альфа маленькая Может быть у нас игроки Не умеют от альфы Хорошей играть Ой от плохой альфы В общем в любом случае Вот здесь вот все данные Перед вами Вы видите сверху Там 20% Это те показатели Это те показатели Которые надо держать на танке Чтобы взять Это показатели Отметки на стволе Да именно от этих данных Я и отталкиваюсь Потому что я абсолютно уверен Что во первых На плохой машине Хороших результатов Добиться очень тяжело Ну стабильно В редких боях Конечно же может получиться Хороший бой Вот как сейчас у КВ-4 И во вторых Я уверен что на плохих машинах Не играют хорошие игроки Массово Потому что игроки Которые трясутся за свою статистику Они не хотят Нахватывать урон Они приходят в игру Чтобы понагибать И подоминировать А не для того Чтобы на слабой технике Получить какое-то унижение От менее скилловых игроков Но на более имбовой технике Ну такая у нас игра Ладно переходим К последней пятерке И это ПТ-САУ Восьмого уровня Начать я хочу с того Что обратите внимание Когда я вам покажу табличку С данными по ПТ-САУ Что у них значительно Выше показатели По урону асист Чем у СТ-шек И ТТ-шек Это говорит о том Что даже самая плохая ПТ-шка Гораздо лучше Чем СТ или ТТ Понимаете Вот теперь с этого Ну они как бы Предназначены Для нанесения урона Да Но самая плохая ПТ-шка Восьмого уровня Это АТ-15 Ребята Ну а что вы хотели Медлительный Огромный сарай Может быть ему там Недавно апнули И завезли Бранни Но особо он ничего не может Из-за лючков Маленькой Альфы И скажем так Ну не самого имбового То пробития Среди ПТ-8 Вот Чуть выше него Располагается Ягд Пантера 2 Вот это для меня Стало настоящим удивлением Почему немецкая ПТ-шка С хорошей пушкой С хорошей альфой С хорошей подвижностью Сюда попала Но тем не менее Никаких выдающихся результатов Этот танк в рандоме Не показывает Чуть выше Чем Ягд Пантера Располагается Т-28 Прототип Для меня тоже стало удивлением Его недавно апнули Но у меня самые свежие данные Вот буквально Обновлены час назад И прототип Не может Не может В нанесении урона Или ассиста Может быть Обзора не хватает Может быть Подвижности Может быть Его броня Нафиг никому не нужна Также для меня Стало огромным удивлением Что Фердинанд Во-первых Лучше чем Ягд Пантера По показателю Играбельности В рандоме Он медлительнее Но у него броня Чуть получше Хотя это тоже Спорный момент И Фердинанд Находится на Второй строчке Сверху Разумеется А Ягд Пантера На четвертой Сверху Это говорит что Фердинанд Чуть-чуть эффективнее Чем Ягд Пантера Это для меня Стало большим удивлением Потому что Я всем всегда Советовал Из этих двух Выбирать Ягд Пантера Потому что В нашей игре Подвижность Как бы больше роляет Но видимо Броня Фердинанда Хоть какая-то Там намеки На нее Все-таки роляет Ну и наконец Замыкает Пятерку от стоя Среди ПТшек Это АМХ АС-48 Французская ПТ Ей недавно Дали барабанчик Небольшой Но это ее не спасло И она все еще Является Аутсайдерами Их гораздо Обгоняют Там всякие Исухи Борсики СУ-101 Юдусы И даже Т-28 Которые Без башни Гораздо выше Находятся Чем все Ниже перечисленные ПТшки Вот такие вот Ребят данные Вы их сейчас Видите на экранах Я ничего не выдумывал Если вы хотите Топ лучших Танков Восьмого уровня Это как оказалось Самые играбельные Самые востребованные Танки в нашей игре Не забудьте Поставить лайкос И не забудьте Подписаться на наш Канал на Твиче Через Квич Прайм Если вы его себе Уже на халяву оформили На этом у меня на сегодня все Спасибо, что смотрели И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok